Всем привет! Меня зовут Владимир, я пишу отзыв о школе покера, покер-абилити. Мой путь в кэш был достаточно терместный. Я прошел через МТТ, через спины и вот я, собственно, в кэше. Я учился у разных тренеров, имею представление о том, как это делается в других школах. На этом ресурсе мне, честно говоря, все очень сильно понравилось, очень сильно был удивлен тем, как ребята выстроили свой материал, как они его преподносят, как он переплетается с различными розыгрышами, бонусами, статусами. Мне это очень понравилось. За это вам, ребята, большое спасибо, и я думаю, что вам не надо останавливаться, нужно провозить. Хочу сказать, что работа в мини-группах, задания постоянно, которые прогоняют тебя, дают тебе, скажем так, заряд энергии и в то же время опустошают тебя, потому что, по первости, конечно, вообще не хватает сил все это усвоить и разогнаться, но зато потом, когда ты проходишь через это, ты ощущаешь, что у тебя есть свободное время и ты думаешь, куда бы его привезти. В целом, как я уже сказал, мне очень понравилось и я решил продолжить свое обучение и пойду на следующий курс. Хочу отметить и сказать славу и благодарности Наталье, Наталье Юрьевне, специалисту этого проекта, за то, что все вопросы, которые у меня возникали, я мог достаточно быстро решить с ней, и она не бросала, и помогала, и поддерживала. Большое тебе спасибо. И в то же время я хотел сказать одному из кураторов, Сергию. Это не мой куратор. Мне с кураторами как-то не везло. Вначале у меня сложилось представление о том, что куратор финансово заинтересован в том, чтобы ученики играли, именно зарегистрировавшись по его ссылке. Но я пришел в школу и общался с Наташей в основном и через нее регистрировался. Поэтому у нас как-то сразу не сложилось с первым куратором. Второй куратор, мне кажется, он вообще не был ни в чем заинтересован. Поэтому как-то он сам по себе и я сам по себе. Сергию, я благодарен ему за то, что я как-то через других людей на тренировке услышал, что он делает внутренние тренировки для своих парней, с которыми он идет по проекту. Я напросился. Я написал ему на форуме, и он не ответил. Надо сказать, что на форуме сообщения иногда притупляют, и понять, что те, кто-то там написал, можно только если присматрившись. Это, кстати, тоже надо как-то чинить. Вот. Ну, Сергию на этом не остановился. Он написал мне в телеге, и я попал на эту тренировку. Я послушал. Честно говоря, мне было очень интересно, потому что тема, которую обсуждали, она как раз касалась домашнего задания. И я рад, что Сергей проявляет такую инициативу, и с учениками, с которыми он работает, он подтягивает, помогает им. Это вообще классно. Я думаю, что, наверное, это надо как-то добавить для общего курса, чтобы кураторы занимались этим. В начале, когда только первые занятия были, Владимир, куратор, он вроде как бы хотел присутствовать, хотел что-то там провести, но как бы не сложилось. Видимо, со временем что-то пошло не так. Что касается тренерского состава, люди, которые преподносят информацию, ну, которые собрали, ее упаковали, оформили, все красиво. Анатолий, Петр. У меня сложилось представление, что это очень терпеливые люди. Честно говоря, я не такой терпеливый. Но это люди, очень внимательно слушающие даже самые, скажем так, простые вопросы. И серьезно к ним относятся. Они отвечают и дают полный исчерпывающий ответ. Вообще сложилось представление, что людям не жалко делиться информацией. Они не смотрят информацию по прайсу, скажем так. Они тебе отвечают на все вопросы, которые тебя интересуют. Это замечательно. Вот. Ну и, соответственно, что еще? Ну, сайт немножко притупляет. Обычно, когда занимаешься на каких-то общих тренировках, которые происходят, скажем, в субботу, нужно писать какие-то ответы. Ну, вы, наверное, и так это знаете сами, если что. Что сайты, наверное, подвисают. Ну, видимо, это говорит о том, что спрос большой, людей много. Всем интересно. Итак, резюмирую. Информация хорошая, достойная. Люди ее хорошо подготовили. Хорошо и интересно упаковали. Мне очень понравилось. И этот отзыв не от первых днях, а я прошел курс. И я многое посмотрел. Мне многое понравилось. Поэтому я прошу этот отзыв. Ну, и, соответственно, я полный решенности добиться поставленных своих целей. Подняться на те лимиты, которые мне, скажем так, интересны. Будем учиться дальше. Удачи вам, ребята. Всего хорошего. Спасибо. 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 Спасибо.